Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает Жанна Ситхан и коротко о главном. Новый герб, кража невест и борьба с пороками. О чем Касымжимар Тукаев говорил на национальном Курултаево-ТРАУ? Прокатили с услугой. Скандал вокруг инватакси разгорелся в Уральске. Как мы должны ездить? У меня с усы на 14 диагнозов. Как я его должна носить на руках? Кто украл деньги, предназначенные для инвалидов? Добрососедство и милосердие. Казахстанцы отмечают второй день на Урос-Нама. Мы, наверное, уже привыкли. Как-то уже без этого даже своей жизни представляешь. Третье заседание национального Курултая состоялось в Атырау. В этом году, по традиции, собрание прошло на исторической местности. В своем выступлении, которое продлилось почти два часа, президент Касымжимар Тукаев затронул самые злободневные вопросы казахстанского общества. Самые громкие заявления главы государства проанализировал наш специальный корреспондент Ергали Рамазанула. В этом году Уолтоп-Курултай принимает историческая местность, близ которой раньше располагался город Сарайшик, где была ставка Касымхана и через которую проходил Великий Шелковый Путь. Заседание прошло на три месяца раньше, чем обычно. Касымжимар Тукаев связывает это с необходимостью комплексного решения проблем, которые волнуют общество. Одна из них – расширение сферы применения государственного языка. С каждым годом растет востребованность казахского языка, который становится языком бизнеса, техники и науки. Самый лучший путь дальнейшего поступательного развития языка лежит через просвещение. На сегодняшний день в крупных книжных магазинах доля литературы на казахском увеличилась. Суть государственной политики заключается в том, чтобы никого не принуждая последовательно укреплять роль казахского языка в повседневной жизни. Одни лишь разговоры вокруг государственного языка бесполезны, важны конкретные дела. Продолжается работа над семитомником новой академической истории Казахстана. В ней задействовано 250 ученых, в том числе 60 из-за рубежа. Тукаев также озаботился состоянием уникальных природных и исторических объектов Казахстана. Он призвал бережно хранить и продвигать на мировом уровне уникальные природные ландшафты и наше историко-культурное наследие. Хребет Ешки-Ольмес – одно из самых крупных скоплений петроглифов в Евразии. Немало древних рисунков сохранилось и в урочищах Арпаузен, Кулжабасы, Сауэскандык. Эти памятники наскальной живописи представляют собой тысячелетнюю летопись степной цивилизации. В последние годы некоторые петроглифы разрушаются под предлогом нужд строительной отрасли. Мы должны защитить от уничтожения наши уникальные исторические объекты. Поручаю компетентным органам принять все необходимые для этого меры. Если потребуется, надо рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство. Важнейшей задачей глава государства назвал укрепление национальной идентичности. Так в Казахстане начали по-новому отмечать наурыс, но Тукаев подчеркнул, от празднования Нового года мы отказываться не будем, как и все мировое сообщество. Национальную идентичность казахского народа нужно выражать и через одежду. При этом глава государства отметил тех, кто облачается в закрытые черные одеяния. Такие, по словам президента, не имеют ничего общего с казахской культурой. Облачение во все черное противоречит мировосприятию нашего народа, является бездумным копированием инородных норм, обусловленным религиозным фанатизмом. Мы не должны отрываться от своих духовных корней и размывать свою национальную идентичность. Стремление радикально настроенных неофитов навязать обществу чуждые религиозные идеалы, в том числе в виде архаичной формы одежды, является неприкрытым вызовом нашим традиционным устоям и ценностям. Мы должны опираться на тысячелетние религиозные знания и духовные ориентиры именно наших предков. Президент отметил, что Казахстан всегда будет толерантен ко всем вероисповеданиям, воззрениям и учениям, которые не подрывают нашей государственности и общественной морали. Однако он обеспокоен тем, что некоторые, прикрываясь якобы национальными традициями, дискриминируют женщин и похищают невест. Подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки, считает Тукаев. Он призвал противодействовать религиозному экстремизму и архаике, исходить из собственного понимания мира и следовать своему уникальному культурному коду. Следует обратить самое серьезное внимание на факты дискриминации и даже угнетение женщин в семьях, где исламские каноны воспринимаются в крайне искаженном догматическом виде. В таких семьях жизнь построена на абсурдных запретах и порядках, противоречащих духу 21 века с его достижениями в науке и технологиях. Создается впечатление, что люди намеренно скатываются к морали и поведенческим моделям средневековья. Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию, идет вразрез с идеалами прогрессивного общества, в котором достоинства, права и свободы каждого человека являются абсолютной ценностью. Возримым воплощением нашей национальной идентичности Касымжомар Тукаев назвал государственные символы. Некоторые активисты выражали мнение о необходимости модернизации госсимволики. Лидер Казахстана убежден, что наш небесно-голубой флаг стилистически безупречен. То же самое относится и к гимну страны. В отношении же государственного герба полагаются лесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствуют эклектика и признаки советской эпохи. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба Казахстана. Глобализация и другие мировые процессы привели к появлению новых пороков общества, с которыми необходимо бороться. Президент назвал пять социальных зол, распространение которых нужно остановить. Это наркоторговля и вейпы, лудомания, семейно-бытовое насилие и буллинг, а также вандализм. Предлагаю максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям. Как вы знаете, для борьбы с наркоманией и наркобизнесом был принят комплексный план. Для борьбы с лудоманией правительству следует утвердить аналогичный документ, законодательно ограничив его пагубное пристрастие. По инициативе фракции партии Аманат подготовлен законопроект, который сейчас рассматривается в парламенте. Необходимо его принять до конца текущей сессии. Еще одним пороком Тукаев назвал расточительство, как духовное, так и ресурсное. Президент призвал бережнее относиться к расходованию электричества и воды. В развитых странах сформирована высокая культура экономного потребления света и воды. У нас же сложилась совершенно противоположная ситуация. Из-за расточительства миллионов наших сограждан богатства страны пускаются по ветру. Взять, к примеру, водный вопрос. Откровенно говоря, у нас отсутствует культура бережливого водопотребления. Тогда как во всем мире хорошо понимают, что вода – это ресурс будущего. Для Казахстана уже сейчас, столкнувшегося с дефицитом воды, данная проблема особенно актуальна. Поскольку в этом году Курлтай принимает Атырау, глава государства не мог не затронуть актуальные проблемы этого региона. Так, местные обеспокоены неблагоприятной экологической ситуацией в области. В областном центре необходимо модернизировать систему водоснабжения и водоотведения. Они сильно изношены, из-за чего происходит загрязнение реки Жаик. В Атырау также есть проблемы с сортировкой и переработкой мусора. Поэтому Акимату в короткие сроки необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию построенного мусоросортировочного комплекса, а также рекультивировать действующий полигон. Все эти вопросы будут обязательно решены. Поручаю правительству и Акимату региона в полной мере реализовать поставленные задачи. Это будет на моем личном контроле. Напоследок президент Тукаев сообщил место проведения Курултая в следующем году. Со ставки Касым Хана он предложил переехать ближе к ставке Аблай Хана в Бурабай. Поэтому четвертое собрание Олтоп Курултай пройдет в Кокшитау. Касым Жумар Тукаев взял под личный контроль в решении проблемы Трау. Выступая на третьем заседании национального Курултая, он озвучил все наболевшие точки для местных жителей. Это и экологическая ситуация в регионе, и изношенные водопроводы, канализация, а также сортировка и переработка мусора. Яна Гладкова продолжит. Поставить надежный заслон наркоторговли поручил Касым Жумар Тукаев во время Курултая. По его словам, только в прошлом году в данной сфере выявлено свыше 7,5 тысяч преступлений. Из незаконного оборота изъято 41 тонна запрещенных веществ. И самая страшная, наркозависимость отравляет подрастающее поколение. Глава государства считает, что производство наркотиков необходимо приравнять к самым тяжким преступлениям. Этот месседж президент адресовал парламенту. Правозащитники говорят, что в этом вопросе нужна кропотливая работа депутатов. Судят детей, говорят, доставь отсюда туда, а там героин или анаша. А почему того, кто отправляет, не судят? Есть еще вторичный оборот. К примеру, при регистрации уголовного дела 6 килограммов героина или анаши. Потом судебно-медицинская экспертиза. А когда дело дойдет до суда, то его уже нет. Может, продают еще раз. А что будет с 16-летним парнем через 10 лет? Он сейчас даже не понимает, почему сидит. Президент также обратил внимание на предпринимателей, которые спонсируют массовое строительство мечетей. Касымжо Мартукаев понимает их благие намерения, но гораздо важнее, на его взгляд, построить школу, общежитие, больницу, библиотеку или музей. Что касается последних, то эти объекты нужны для того, чтобы уверенно шагать в будущее и в полной мере ощущать масштабы своей истории, сохранять и прославлять свое культурное наследие. Он ясно дал понять, что история Золотой Орды будет тщательно изучена, и что мы можем взять опыт Золотой Орды как одно из направлений будущей идеологии нашего государства. Я думаю, что это придаст новый импульс развитию Сарайшика в будущем. Глава государства также отметил, что Курултай стимулирует развитие регионов. К примеру, на строительство онкологического центра Ватерау, который не запустили из-за проблем с финансированием, привлекут средства недропользователей, и объект будет сдан в следующем году. Радиологический корпус, в котором будет оборудование, все полностью оснащено, будет в этом году построено. А на следующий год уже нашлось строительство нового самого центра. Кроме этого, в городе планируется ввести в эксплуатацию несколько поликлиник и реабилитационных центров. Касым Жамартукаев обратил внимание на ветхую инфраструктуру, канализацию и водопроводы. В связи с загрязнением подземных вод реки Урал, президент поручил правительству Акимату довести до конца работы с мусорным полигоном. Яна Гладкова, Дельнас Насекенова, Базаргуль, Надир КЗ, Астана Таймс. Казахстан продолжает празднование Наур-Снама. Второй день посвящен милосердию и добрососедству. По всей стране проходят благотворительные акции. К примеру, волонтеры из Шахтинска не дают замерзнуть в холода многодетным мамам и одиноким пенсионерам. На их постоянном попечении более 30 семей. И со всеми проблемами справляются всего две девушки. Находят спонсоров, благотворителей, ведут сбор средств для нуждающихся, чтобы каждый, кто столкнулся с трудностями, получил помощь. Репортаж Марины Иневатовой. В доме многодетной мамы Саулия Омаровой в День милосердия гости. Или скорее давние друзья, волонтеры Юлия и Елена. Они нашли семье спонсора на уголь. Часто приносят продукты, игрушки. У Саулия трое приемных мальчиков. Отца уже нет в живых. Женщина трудилась сторожем на местной шахте. Но после пожара на предприятии уволилась. Говорит, без поддержки таких неравнодушных людей не справилась бы. У нас угля не было и денег не было. Мы дровами... А что дрова? Они же быстро дома остывают. А потом нашлись люди, которые... И Юля сразу. Да, нам три тонны привезли угля. Мы так и радовались. Ценим девочек. Это вообще... Он получает на маленькую пенсию. Сейчас она по состоянию здоровья не может работать. Соответственно, содержать не на что деток. Всегда нужны продукты, средства личной гигиены, одежда. Но с одеждой мы как бы справляемся. Не можем пройти мимо. Так о себе рассказывают Юлия Полякова и Елена Тулупова. Более 11 лет назад они впервые стали помогать нуждающимся. Так в прошлом экономист и юрист стали волонтерами. В небольшом шахтерском городе их знают все. Через свои страницы в интернете «Мы из Шахтинска» девушки объявляют сборы. Обращаемся к людям, люди помогают. Объявляем сборы, когда кто-то приносит вещами, кто-то продуктами, кто-то средствами гигиены, кто-то денежкой поможет. Также спонсоры есть разные, магазины, предприятия какие-то. Просто спортсмены могут собраться, шахтеры. Все дружно, всем городом помогаем. Юля и Елена порой не дожидаются просьб о помощи. Сейчас вот ищут по городу одинокую пенсионерку, которая иногда заходит на вокзал погреться и поесть горячую еду. Как говорят, в ее доме вышла из строя буржуйка, починить некому. Видно, что пенсионерка пыталась утеплять окна газетами. Волонтеры уверены, что смогут помочь. Семь с ней, кажется, мне кажется. Непонятно там. Она приходит, выкушает? Да, она здесь приходит, здесь он там сидит, покушает, в лес ходит, помоется и потом дальше. Про бабушку нам люди написали. Говорят, знаете, к нам с цены девочки. Они говорят, к нам приходит бабушка греться, у нее дома холодно. Потом с вокзала тоже работники говорят. Наверняка она ходит по каким-то заведениям, греется. Очень хотим ее найти. Может быть, люди кто-то позвонят нам, скажут, где она находится. От проблем никто не застрахован, говорят девушки. Акимат города помог волонтерам помещениям для хранения вещей. Теперь они мечтают о собственном транспорте, чтобы развозить продукты и другую помощь. Юля и Лена признаются, для них главная радость, когда люди становятся на ноги. Марина Иневатова, Жнайдар Архимжанов, Астана Таймс, Искар-Гандинской области. Праздник Наурыз отмечают около 300 миллионов человек по всему миру. В Средней Азии, Индии, Китае, Турции и других странах. При этом многие народы, проживающие в Казахстане, сохраняют свои традиции встречи весны. Обычаи Наурыза у различных этносов изучили мои коллеги. Наурыз – праздник, знаменующий о приходе весны. Так же, как и в Казахстане, у большинства народов это символ весны и обновления. Поэтому каждый год представители различных этносов собираются в эти дни в столице, чтобы вместе встретить Наурыз. К примеру, представители татарского центра готовят так называемую кашу для грачей. В аулах собирают все остатки зерна или крупы у кого, и готовятся каши. Она называется кархабуткасы – каши для грачей. У нас считается, что птицы приносят нам счастье, привозят нам счастье и уносят, когда улетают, уносят от нас все плохое. Там тоже в татаре все в домах пекут женщины всякие блюда, потом друг другу заносят, угощают, собираются. У нас очень это чак-чак делают, знаменитый наш чак-чак обязательно, баурсаки пекут, байлиш делают, учпучмаки, пирамяч, беляши называется. И все это радостно вместе, за чай пить, поют, танцуют. Свои неповторимые блюда, которые готовятся на Наурыз, есть и у узбеков. Готовятся национальные блюда, такие как сумаляк, такие как халэм. Эти блюда готовятся именно в честь праздника Наурыз, в остальное время они не готовятся. Сумаляк – это древнее блюдо, оно изготавливается из проросшей пшеницы. Зеленый там росток должен быть, не более трех сантиметров, иначе сумаляк получится кислый. Поэтому его очень тщательно готовят, и готовят это блюдо исключительно только женщины. А мужчины готовят точно такое же блюдо из проросшей пшеницы, только с добавлением мяса. Халэм называется это блюдо. Показали национальные культурные центры и свои оригинальные музыкальные инструменты. Каждый праздник сопровождается музыкой и песнями. Вот посмотрите, вот эта вот дойра изготовлена мастером, это ручное производство. Здесь кожа из натуральной кожи. Это натуральная кожа. И вот звучит. Такая же технология, только она на ножке. Играется при помощи палочек. Называется этот инструмент ногора. На праздничный наврус наши музыканты достают ногора, дойра. Праздник наурыз отмечают около 300 миллионов человек по всему миру. Алихан Сырыхазыев, Асимжан Жузбаева, Олег Федоров, Асана Таймс. Во второй день на Урос-Нама праздник для детей-сирот провели аманатовцы Уральска. Благотворительные мероприятия для воспитанников детской деревни семейного типа организовали в рамках республиканской акции Сикрла Сандак и партийного проекта Бах-Тотбаса. Ребята провели день в спортивно-туристическом центре, посетили мини-зоопарк, а еще их научили держаться в седле. Аманатовцы рассказали, хотели, чтобы дети провели время с пользой для здоровья и больше узнали о народных традициях. К слову, многие из маленьких гостей в этот день впервые увидели лошадей вживую. А еще детей научили стрелять из лука. И это занятие им также пришлось по душе. Члены Аманат рассказали, что в дни Наур-Снама планируют уделить внимание также людям с инвалидностью и одиноким пенсионерам. Детям мероприятие очень понравилось. Все в хорошем настроении. Покормили животных морковкой. День прошел плодотворно и с пользой. Мы рады, что нам удалось подарить ребятам положительные эмоции. Тысяча семей в Астане получили продуктовые корзины. Таким образом, в столице отметили второй день Наур-Снама. Напомню, он символизирует добрососедство и милосердие. В общей сложности многодетные семьи, матери-одиночки и родители, воспитывающие детей с особыми потребностями, получили 45 тонн продуктов. Организаторами доброго отдела выступил городской Акимат совместно с КазакОйл. Одна из тысячи продуктовых корзин сегодня досталась многодетной матери Розе Сырбековой. Семья в течение пяти лет стояла в очереди на жилье, а в 2021 году получила заветные ключи от квартиры, вспоминает женщина. У остынчанки пятеро детей, старшему ребенку 11 лет, а самому младшему два месяца. Единственным кормильцем в семье является муж, который работает водителем. Благодарю за поддержку и подаренное праздничное настроение компанию КазакОйл районной и городской Акиматы, которая заботится обо мне каждый праздник. Поздравляю всех казахстанцев с наступающим праздником на Урыс. Желаю всем здоровья и мирного неба над головой. Инициаторами марафона добрых дел стал Акимат Астаны совместно с компанией КазакОйл. Всего было роздано тысячи продуктовых корзин. В них все самое необходимое. Это мука, рис, макароны, растительное масло, бытовая химия и многое другое. В 2023 году Акимат Горда совместно с компанией КазакОйл подписали совместный меморандум о помощи нуждающимся семьям. Также социально уязвимы в своем населении. Это уже с компанией КазакОйл по счету пятая акция. Получается с 2023 года. Акимат Астаны регулярно организует такие акции совместно со спонсорами. И мы приглашаем жителей города поучаствовать в таком благом деле. По итогу 45 тонн продуктов питания было доставлено волонтерами до дверей тысячи семей со всех пяти районов столицы. Что касается благотворительной акции «Марафон добрых дел», то она продлится до конца года. Скандал вокруг инватакси разгорелся в Уральске. Несколько сотен горожан с инвалидностью лишились важной услуги. Родные особенных пациентов жалуются, что вынуждены на руках носить их на обследование и процедуры. Люди негодуют, чиновники ничего не объясняют, но последним, похоже, некогда. Они под следствием по делу о хищениях бюджетных средств. Татьяна Рудометова разбиралась в ситуации. У Лунары Заришевой в семье три инвалида. На этот месяц было много планов. Пройти обследование, получить лечение. Но теперь такой возможности нет, так как нет инватакси. Городская фирма, имеющая необходимый транспорт, сейчас не работает. К слову, ранее фирма инватакси перевозила ежедневно более 300 человек. Теперь горожане с инвалидностью вынуждены добираться на лечение своим ходом и за свои деньги. Причем чиновники ничего определенного не говорят. Негодует Гульзада Курманалиева. Нас не стало возить наше уральское инвотакси. Как и причина неизвестна мне. Я звоню, не могу дозвониться. Почему такое отношение к инвалидам? Ведь выделяются же средства на перевозку. Почему я должна своих детей, у меня маленькие несовершеннолетние деньги, я работаю для этого, плачу ипотеку. Почему мне и так не хватает деньги на жизнь. И мне приходится последний кусок хлеба отрывать у детей и тратить эти деньги на такси, чтобы приехать на работу, не потерять свое рабочее место. Прошу разобраться в этом деле. К слову, в деле уголовном уже разбирается департамент экономических расследований. Подозревают, что бюджетные средства, предназначенные на услуги инвотакси, были похищены чиновниками и предпринимателями. Речь о миллионах тенге. Проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ, отдела занятости и социальных программ. А также руководство ООИ Белый парус, которые совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму 53 миллиона тенге. Данные денежные средства были выделены в рамках оказания услуг инвотакси. В департаменте также подтвердили, что в офисе компании, предоставляющей услуги инвотакси, проводятся следственные действия. Однако подчеркивается, что никакую технику не изымали, деятельность фирмы не приостанавливали и вообще никак не препятствуют оказанию услуг. Татьяна Рудометова, Алтынбек Кабдилов, Астана Таймс из Уральска. Залпы корабельных орудий прогремели на Каспии. Там прошли командно-штабные учения, в которых приняли участие тысячи военнослужащих военно-морских сил и пограничной службы КНБ. С 12 по 15 марта в казахстанском секторе моря командиры отрабатывали управление, а личный состав совершенствовал слаженность и практические навыки. В учении задействовали ракетно-артиллерийские корабли «Казахстан», «Сарарка», «Мангистал», минатуральный корабль «Алатау», противодиверсионные катера «Сергек» и «Кайсар», а также корабли пограничной службы и армейская авиация. В ходе командно-штабных учений были разработаны взаимодействия с французской авиацией, с армейской авиацией, а также проездные противореческие стрельбы из корабельных орудий. Также в дальнейшем планируется проведение масштабных учений, в ходе которых личность военно-морских сил будет повышать навыки боевой подготовки. Аким держит свое слово. Так об избранном главе Глубоковского района говорят жители. Напомню, 5 ноября впервые в Казахстане прошли прямые выборы Акима в 42 районах и 3 городах. Среди тех, за кого отдавали голоса земляки, Ильдар Тумашинов. Он обещал избирателям благоустройство, строительство школ и больниц. Что удалось сделать за первые месяцы на посту, наши корреспонденты спросили у самих Глубочан. Новая врачебная амбулатория в селе Прапорщикова была одним из основных пунктов в предвыборной программе районного Акима. Медучреждения ждали давно. Медики и пациенты ютились в неприспособленных кабинетах поселкового Акимата. Теперь с гордостью показывают готовое здание. Тут будет процедурный кабинет, тут дневной стационар. А сейчас поступает оборудование. Будут такие условия для жителей села. Наши бабушки будут приходить счастливые, довольные за получением бесплатных лекарств. В поселке Горняков-Белоусовке две школы и обе переполнены. Но уже 1 сентября первый звонок должен прозвенеть в новом здании комфортной школы. Как рассказал ее директор, все от выбора места до деталей проекта обсуждалось при участии Акима района Эльдара Тумашинова. И каждую неделю он на строительной площадке. Идет навстречу своему народу, который его выбрал. Уделяет очень большое внимание обучению и воспитанию подрастающего поколения. И я думаю, что это немаловажно. Под его пристальным вниманием находится и строительство данной школы. Своеобразной проверкой на прочность избранного районного Акима станет проблема с водоснабжением Малаубинки, Степнова и Бобровки, говорят жители. К слову, последний объект самый сложный. Это 63 километра водопроводных сетей. И этот вопрос решается. И люди это видят. У него есть система работы с людьми и доверие. Вот знаете, сейчас по многодетным семьям. Он решил, лучше дома строить в тех населенных пунктах, где живет эта семья. Потому что там легче сельским хозяйством. Таких крепких хозяйственников, что называется, земли и предстояло впервые выбрать жителям районов минувшей осенью. По данным ЦИК 5 ноября 2023-го, открытые выборы состоялись в 42 районах и трех городах областного значения. Пилотный проект эксперты назвали успешным, судя по предвыборным программам, 125 кандидатов и явки избирателей. Она, к слову, составила почти 63%. Эльдар Тумашинов в тот день набрал 23 тысячи голосов против 3000 оппонентов. Такое доверие просто обязан оправдать, говорит глава Глубоковского района. Сейчас Аким бьется над строительством котельной в районном центре. Старое еще одной зимы просто не выдержит. Серьезные планы есть на агросектор и туризм. По зимним видам туризма, допустим, приведу пример, мы лидирующие в нашей области, это и база Нуртау, и Алтайские Альпы. И тот потенциал, который, в принципе, мы собираемся развивать по направлению Горная Ульбинька, Алтайские Альпы, это целый кластер будет предложений, которые уже с этого года мы начнем реализовывать. Большой район, ответственная работа, 17 сельских округов, порядка 60 тысяч населения. И особенная ответственность, конечно, в том, что мы близлежащий район к областному центру. Главный секрет молодого Акима – это держать руку на пульсе и держать слово, говорит Эльдар Тумашинов, поскольку он не назначенный, а избранный Аким. А это совсем другой уровень ответственности. Ирина Икунина, Рина Джумагулов, Астана Таймс, Восточный Казахстан. 5 тысяч гектаров неиспользуемых земель изъяли в Северном Казахстане с начала года после вмешательства комиссии Жироманата. В регионе все больше сельчан хотят заниматься сельским хозяйством, но дефицит угодий тормозит этот процесс, говорят партийцы. Чтобы держать скот, людям необходимы не только пастбище, но и корма. Поэтому в планах на этот год вернуть 140 тысяч гектаров земли и передать ее тем, кто будет о ней заботиться по-хозяйски. Анастасия Дроняк с подробностями. Чтобы было поголовье у нас хорошим и качественным, нужен хороший производитель. Этот племенной жеребец породы перширон по прозвищу Буран появился в хозяйстве Александра Беккеля несколько лет назад. Предприниматель приобрел его в другом крупном племенном хозяйстве, чтобы увеличить поголовье и улучшить его качество. Коневодством житель Мамлюдки начал заниматься в 2017 году с подачи друга, который подарил Александру идею и первую лошадь. Предприниматель взял в кредит 4 миллиона тенге на 8 голов, а они дали потомство. И вот у него уже целый табун. В процессе этого уже подбирали, что-то уходило на мясо в местовом направлении, кто-то оставляли как конематок, чтобы увеличить поголовье качество. Лошадей закупали как у местных животноводов, так и у российских. Но когда их число перевалило за несколько десятков, стало понятно. Без сена и новых пазвищ рост и развитие невозможны. Своей удачей коневод называет программу «Жеромонате». Предприниматель подал заявку на участие в конкурсе на распределение изъятых земель. Был признан победителем. Благодаря этому на сегодняшний день есть 86 гектар, которые мы в этом году весной будем все проводить необходимые мероприятия. Эта программа вообще необходима. Надо немножко, я не знаю, смотреть, подходить к тому, что много людей, кто занимается, хочет заниматься лошадями, крысом, вообще животным. Самое главное, когда есть земля, есть чем заниматься. Вопросом дефицита земель уже не первый год занимаются члены комиссии «Жеромонаты» при партии «Аманат». Только за минувший год в регионе изъяли 233 тысячи гектаров неиспользуемых сельхозземель. План на этот год 140 тысяч. На сегодняшний день 5000 гектаров уже изъяты, но основная работа будет проводиться весной. Проводится работа по изъятию арендованных земель. В настоящее время 44 исковых дела рассматриваются в судах по признанию арендованных земель неиспользуемыми. Наиболее остро сейчас этот вопрос стоит у нас в Айртаусском, имени Габита Мусарепова, Теншинском и Валихановском районах. Как рассказали в партии, только в минувшем году по землям сельхозназначения проведено порядка 40 проверок на площади свыше 50 тысяч гектаров. Из них на 44 тысячах выявлено 28 нарушений. Предпринимателям выдали предписание об их устранении и оштрафовали. Анастасия Дроняк, Евгений Мутыль, Астана Таймс, Североказахстанская область. Вопросы улучшения качества образования, здравоохранения и модернизации жилищно-коммунального хозяйства обсудили участники первого областного форума первичных партийных организаций «Аманат» в Кустаная. Он собрал более 200 партийцев. В регионе 45 тысяч членов «Аманат», работает 262 первички. Только с начала года партийцы рассмотрели свыше 1300 обращений. Половина из них решены положительно. Так, за два месяца в рамках проекта «Караса с Когом» свою финансовую грамотность повысили свыше тысячи жителей области. А с минувшего года по проекту «Аул Аманат» выдано 279 микрокредитов на сумму более полутора миллиардов тенгер. «Было озвучено, что, наверное, надо проводить собрания с коллективом не только по графикам, а можно сделать прямо вне графика, где сделать какие-то круглые столы. И также обмен опытом, выслушать какие-то проблемные вопросы и на них не закрывать глаза, а выносить на верхние ряды, чтобы решать и помогать друг другу». Наш выпуск завершен. До свидания и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова